Промышленный сектор страны – драйвер роста белорусской экономики. Наибольший рост производственных и финансовых показателей отмечен в обрабатывающей промышленности – почти 8,5%. Благодаря эффективной работе заметен подъем рентабельности продаж и чистой прибыли. Вместе с тем растет зарплата, улучшается состояние расчетов по кредитам и займам. Минстрой архитектуры вернулась к изъятию белорусов земельных участков, где за три года не построен дом. Специалисты из-за нарушения сроков оценивают недостроенные объекты и обращаются в суд с иском. Чтобы этого избежать, можно продлить договор, но только по уважительной причине, например, из-за болезни. Еще один вариант – законсервировать недостроенное жилище. В стране полным ходом идет регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Всего в этом году их должны получить более 29 тысяч потребителей тепловой энергии и свыше 10 тысяч ведомственных теплоисточников. Дедлайн – 30 сентября. Специалисты проверяют оборудование, проводят профилактический ремонт и гидропневматическую промывку системы. Только за выходные в Беларуси на воде погибло 15 человек, один из которых – ребенок. Большинство купались в запрещенных местах. Такие акватории не обследованы. Подводная глубина таит в себе немало опасностей – резкие уклоны, коряги, сваи, осколки стекла. При этом спасатели отмечают – зачастую виной всему – алкогольное опьянение. В Могилевской области до 25 августа все учреждения среднего образования должны получить сертификаты готовности к новому учебному году. В школах проводятся капитальные и косметические ремонты. Лоск наводят в кабинетах, столовых, спортзалах. В этом году планируют принять 116 тысяч учащихся. Более 12 тысяч – первоклассники. Продолжение следует... Продолжение следует...